всем привет это я я значит стою возле своей розочки розочка вьющая крылья ангела это значит розочка называется сорт вот я ее укрывала вот утеплителем сегодня я раскрыла и я чуть делаю что делаю правильно так в общем я обрезаю свою розу я почему-то прошлом году думала что вот эти веточки вот видите они красные они потом будут черные я почему-то думала что они вымерзли значит я убедилась что это просто они росли начали расти у меня значит уже к осени ближе где-то в августе вот они так хорошо выросли но они не дозрели видите вот они не дозрели они вот такие вот красного цвета дозревшие веточки вот зеленые они хорошо перезимуют и будут все целые вот эти веточки красные вот они все почернеют вот видите цветут вот второй раз они весной цвели летом и вот это уже осенние цветочки но они вот который красный вот они выросли да большие но они не перезимуют они будут черные это недозревшие веточки я решила они все равно будут черные весной когда я их открою я решила их вырезать вообще чтобы их не было и потом что я еще хотела сказать я вот решила все листья вот эти все обрезать веточки оставить голенькими вот такими почему потому что я прошлый год не успела обрезать всю розу и которые листья они все попадают и которые листья упали и вот сюда вот попали на веточки вот сюда и они здесь стали преть они попрели и мне пришлось вырезать весной где прелые места мне пришлось вырезать и поэтому я очень тепло вчера надо было тоже но я вчера что-то резала яблоки на варенье делала варенье в общем я обычно мне некогда было сегодня решила не все бросить и заняться розой иначе у меня розы если тут очень много лисеев и они вот упадут все на веточках у меня веточки все спреют вот в общем чтобы вот сберечь розочку я решила сегодня ее обрезать вот я начала обрезать вот у нас было ночью холодно вот я обрезаю вот эти все ненужные веточки особенно красные вот еще розочки есть жалко конечно но что делать я вот здесь тоже обрезала не обрезала закрыла розочки ничего не обрезала если будет тепло я значит вот там тоже вот там у меня не хватило на эту розу надеюсь я ничего не обрезала надо вытащить открыть вот на улице тепло эту розу я тоже не обрезала вот тоже вот она у меня с листиками вот я все ее тоже открою все листья обрежу и потом значит это все тут дышит можно не открывать но листья у меня здесь почти нет листьев они упали они сами упали здесь и здесь они тоже упали а вот здесь вот уже с листиками это все надо будет обрезать не полениться обрезать и потом только закрыть розу это я на всякий случай замотала от заморозка у нас были заморозки было холодно мороза не было но заморозок был вот тоже вот все листики надо все 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 обрезать вот я прошлом году оставила вот эти все красные веточки они у меня весной когда я открыла были все черные я решила зачем их оставлять вот и в общем вот обрезаю стою красивые цветут ну че делать уже холодно вот у нас такое наверно бабье лето у нас березка вон там у соседей вся желтая желтая видно нет такая вот желтая я не хочу выходить на улицу потому что мне сейчас собаки потому что у меня мои собачки сейчас выбегут у нас по крайней мере тепло но я все равно одела куртку одела шапку потому что на улице ветер и может продуть вот вот так вот у нас малина такая вот такая цветово синий красный и желтый очень красиво и вот виноградник у нас там виноградник замерз вот этот девичий виноград для красоты я хочу его пустить на дом мы когда тут уже все сделаем я уже заранее сюда посадил но я его не поднимаю он сам он там поднялся вот но и вот этот пока не поднимаю вот просто посадили его я специально там в огороде сажала чтобы потом сюда пересадить к дому вот он уже был мне надо было раньше его снять когда была вся красота такая красненькие были листики морозом уже пробила вот так вот я обрезала свою розочку не знаю правильно не знаю нет я решила удалить вот эти все старые ветки потрескавшиеся вот они больные потрескавшиеся вот даже тут у лятмару сухие не наверно морозили какие ну в общем сухие веточки я решила вот эти все поврежденные ветки удалить в общем я одну часть козам отнесла не листики кушают колючки они не боятся вот а это вот у меня сейчас я отнесу вот так вот я обрезала не знаю правильно не знаю нет мы жили на юге узбекистане поэтому я мы там роза у нас была вьющая роза там как-то мы ее никогда не обрезали потому что там тепло там зима-то два месяца и то как вот наверное на украине я не знаю на украине или украине на как правильно я там не была никогда но просто я смотрю видео там зима такая теплая вот и в общем узбекистане тоже такая теплая зима и и поэтому мы розы там не укрывали не обрезали у нас были такие большие вьющие розы в общем а здесь где достаточно холодно у нас пизинской области и приходится конечно укрывать я вот купила утеплитель не знаю померзнуть не померзнуть попробуй потому что я смотрела видео в этом подмосковье значит в каком-то там парке розы ой сколько мошки разлеталась вот розы в общем они укрывают вот таким вот утеплителем я каждый год укрывала пленкой но они начинают под пленкой преть в общем но я не знаю я хочу в этом году попробовать вот утеплитель мне взяла такой достаточно толстый утеплитель я уже не помню почему я его покупала что же забыла месяц назад его купила у меня лежал дома достаточно такой вот плотный вот он прям видите какой я специально купила его для роз в общем сейчас вот я розу обрезала теперь немножко наверное я ее как-то свяжу чтобы она поплотнее было и тогда мне можно будет обрезать еще чтобы закрыть все другие розы у меня на две розочки утеплителя не хватило я вот обрезала здесь флоксы вот сейчас я это тоже отнесу потому что уже пора сюда вот я пересадила хосты такие у меня тут орудуют куры я закрывала вот они у меня тут что делают вот все корни открыли надо будет сейчас лопату взять вот лопата они так шумят ужасно сейчас пройдем в огород посмотрю я ничего не делала болел но у меня по лицу видно что и болел потому что я когда болею у меня всегда вот здесь вот эти черные глаза в общем лежала полела вязала ничего не делала ни во дворе ни в огороде вот я хочу показать вот так вот здесь правда сейчас грязь вот так мы положили заасфальтировали асфальт положили вот так как я болела сидела дома ничего вот не делала вот и здесь начали делать дорожку чтобы не было грязи вот начали делать дорожку и хотим до конца ее сделать в этом году уже не успели вот в общем здесь у меня хоста вот уже замерзла можно так сказать вот какой вид она имеет я ее пересадила там тесно там у меня эти цветы и в общем друг другу мешают я решила и сюда пересадить вот потому что здесь ничего вот нет рядом я решила у меня тут петрушечка даже есть осталось и вот у меня конечно арчи копает виде я он бросила палку чтобы он не копал малину я решила не знаю обрезать нет если вот такие теплые деньки будут может быть я просто боюсь повредить вот эти вот молодые ветки сейчас когда начнешь их оттуда вытаскивать они могут поломаться повредиться в общем я не знаю но в общем наверное я щас не буду осенью обрезать обрежу весной вот тоже уже все осень все сухое потом обрежу тоже много не буду обрезать кончики обрежу вот такие дела здесь тоже обрезала ирисы но не до конца часть осталась вот так осень вот такой беспорядок в огороде цветы потоптали и собаки и куры надо сделать чтобы это как держатель для цветов а иначе вот так будет каждый год вот здесь вот я тоже посадила хосту я ее разделила на четыре части и вот сюда посадила здесь вот я поставила ящики у меня больше нет ящиков и вот здесь вот они у меня вот стоят под ящиками не тронутые пока сюда посадила не знаю вот так пересаживаю в разные места то туда посажу то сюда посажу так вот тыкву еще не всю собрали мы убрали вот здесь еще одна тыква вот маленькие тоже не трогаем так и валяются вот она наверное зеленые даже не знаю вот а это вот и курочкам бросили тут то ли морозом побила их тут остались вот вот так вот у меня все тут вот такой беспорядок огородный в общем я отдыхаю я так устала с февраля месяца в общем я решила ничего не делать в общем я все забросила и отдыхаю начала вязанием заниматься вот здесь куча мы собрали разный хлам вот эти всякие доски ненужные хотим попилить все на дрова потому что везде все валяется в общем мы вот так вот собрали вот там нужный такой материал сено вот я накрыла чтобы дождем не намочила это мой сын у соседки косил там с другой стороны она попросила его даже заплатила ему чтобы он у нее в огороде траву скосил в общем вот сено мы это тоже собрали у меня на чердаке там есть сено мы покупали это вот нужный материал вот а это дрова у нас я хочу показать виноград вот смотрите веточки все поспели я обрезала веточки вот сухие правда еще не вырезала я просто поспела это вырезала все листья вырезала все листья вырезала ненужные ветки даже вот еще не везде вот тут еще вот не вырезала для чего для того чтобы у меня вот эти веточки все поспели вот эти зеленые ветки вот их все надо вырезать уже все вот вот здесь обрезать надо потому что они зеленые вот эта ветка тоже зеленая она не пойдет под зиму в общем надо вот я оставлю все вот эти спелые ветки спелые веточки все оставлю вот это тоже не поспела вот это тоже я вырежу вот это вот эту ветку тоже я вырежу потому что она зеленая вот в общем я специально обрезала листья лишь лишние ветки чтобы у меня поспели веточки вот я смотрю они у меня поспели вот я уже повторяю второй раз одно и то же говорю вот даже урожай давно этот виноград он до чего-то прям я не знаю что делать может быть он должен полежать он ужасно кислый но у меня дочь правда его ест прям таким удовольствием или мы уже вот я тоже старая такая что у меня оскомина вот даже яблоки вот такие чуть кислые я не могу кушать вот потому что все таки старость подходит 50 как мне 54 года сейчас все-таки чувствуется молодые столько я за день раньше делала пахали как и лошади можно сказать вот сейчас все вот так виноградик у меня поспел вот цветы вот я здесь обрезала вот флоксы тоже здесь обрезала один кустик вот остался я его оставил думаешь семена бросить вот флоксы я обрезала это обрезала малину наверно трогать не буду вот мои курочки бегают я их выпускаю днем так хорошо что тепло смородина вот тоже вся пожелтела я хочу купить сорт смородины вот ешь по моим называется у нее листики не такие вот как у этой смородины а листики как у крыжовника и в общем листики у этой смородины как у крыжовника вообще это смородина но я читала что это скрещенная смородина с крыжовником и она у нее листья не повреждаются тлей и у нас в ташкенте мы сажали у нас росла такая смородина очень удобно в общем я хочу купить я в интернете нашла подешевле по 250 рублей по 270 рублей на одном сайте по 670 рублей а на другом по ну в общем по 290 что ли 270 то делах 300 рублей я хочу весной выписать я на осень никогда не выписываю потому что я боюсь что корешки не даст не приживется вот и в общем я хочу выписать посадить и когда если я посажу я потом вот эти все кусты вырублю потому что тляв невозможно все съедает постоянно каждый год ее надо прыскать а так как у меня куры козы я стараюсь поменьше прыскать ядом конечно очень жалко урожай пропадает в общем ну в общем ну вот так я решила вот в общем я хожу себе по огороду у меня еще есть время три часа я сейчас зайду домой буду варить кушать ужин придут все с работы надо варить у меня вот тут кое-где вот здесь фото курочки начали помаленько плевать я ее сегодня срежу больше сварю вот арчи бегает охраняет вот мои курочки тут везде вот мои козы отдыхают да моя хорошая вот мама тебя снимает позируй да у нас сегодня манекен вот козел отдыхает лежит вон там козельки вон там далекие кушают я им цветы принесла вон они их как лопают вот козелька маленько бегает вот такие дела вот наша кукуруза у меня три цыпленка теплицы сидят под лампой я их на ночь курятник за наш курятники сделали отопление и вот так как закрываю чтобы потеплее было вот они у меня тут три лазят но тепло у них хорошо сейчас я их выпущу немножко здесь побегают теплицы вот так здесь тоже такой беспорядок сын вот повесил табак вот надо чтобы он вот высох вот так потом он его руками вот так молит и курит вот так вот такой беспорядок везде уже осень вот тыква тоже валяется мелко я еще не собирал ну как вернее я там собрала эти были по это поздняя тыква была я ее кукуруза вот вот где варим пока молодая кушаем вот осталось рву отдаю козам уже тоже вся сухая вот отмороза померзла видимо или высохла не знаю даже вот здесь тоже такой беспорядок вот еще ничего не убирали немножко погодя уберу если сухо будет дождя не будет вот так вот у нас такой кругом беспорядок ну это все сделается не делается весной сделается вот шиповник у меня дома растет я специально его здесь посадила чтобы нигде не ходить не сказать у нас в лесу много растет шиповник но туда надо идти собирать а когда здоровья это не очень много не очень позволяет ходить по лесу постоянно вот у меня дома свой шиповник растет он так размножается хорошо прям вот мы посадили одну веточку она вот здесь разрослась здесь разрослась вот вся прям вот весь разросся шиповник только много кустов очень много ну шиповник есть вот нужно собирать и заваривать он очень полезный вот такие вот дела у нас вот здесь я про этот виноград говорила вот здесь у меня цыплята были сейчас вот все от винограда я хочу это все разобрать унести в другое место у меня цыплята здесь были вот этот виноградник я пересажу к дому здесь вот несколько кустиков вот несколько кустиков вот кустик вот я их пересажу вот это все я хочу разобрать поэтому все вот такое поломано они мы ничего не трогаем я хочу это все убрать вот здесь вот муж посадил это тоже все уберете но пока чтобы куры не расковыряли сюда посадили вот чеснок у меня времени было и болела я лежала в общем меня муж сажал вот так вот он сажал мы посмотрим что вырасти такие вот грядочки у него он всегда так сажает наша сосна хлам вот меня сын занимается радио телевидение там чинит ремонтирует в общем что-то паяет в общем тащит вот эти все у него хобби такое ну в общем а у меня дома мусор вот ну ладно он говорит у тебя вязание хобби у меня говорит вот такие радио телевидения там приборы разные он ремонтирует ковыряется сидит что-то паяет ну чё ж теперь сделаешь разберется это все выкинем на помойку остальное что-то он там или запчасти собирает в общем но сидит целыми днями паяет но не целыми днями когда придет с работы вечерком он сидит паяет ему нравится он занимается это его хобби это наша сосна мы когда сюда приехали девятнадцать лет назад она была ростом вот чуть выше забора чуть выше забора была вот за 19 лет но почему-то была макушка обломана а и нам нас растет вот так вот две у нее потому что была макушка обломана из-за обломанной макушки вот так вот сосна пошла в рост вот два как двояшки в общем блинняшки двойняшки вот свол один внизу а здесь два и вот так она у нас растет люди я видела из этих шишечек из зеленых варят варенья но я почему-то не варю потому что на них даже когда они зеленые их берешь в руки на них смола как можно кушать такую смолу я не знаю в общем вот так вот наша сосенка такая вот большая вот вот отсюда хорошо видно вот эту березку вот желтая березка красивая потом магазин пойду ой смотрите какой лес 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 уже весь желтый как красиво ой прям надо с лесу подойти поближе и и снять на видео и сфоткать сфотографировать смотрите это у нас лес вот так близко очень к деревне смотрите весь желтый так красиво елочки зеленые стоят сосны смотрите сосны зеленые а остальные деревья смотрите как красиво прям красота смотрите как красиво все желтые желтые красивые надо будет сходить в лес ну чё хотела все показала ой домашний беспорядок сейчас дойду там у меня тыква еще большая и будем прощаться у меня там тыква большая я мужа попросил чтобы он ее убрал чтобы не тяжелое не поднимать вот не знаю он убрал мне сейчас я посмотрю нет лежит у меня выросла тыква большая одна и все никак мы ее не уберем они правда у меня вот это здесь что я сажала тыкву позднее потому что весна была очень холодная вот смотрите вот здоровенная тыква вот это моя рука вот это моя рука такая большая тыковка вот ее надо уже занести эту вот такая большая тыковка ну че стоим че стоим кого ждем вот так вот ну ладно всем пока пока вот так вот